В этом месяце всем дачникам предстоит сделать последнюю подкормку лука перед сбором урожая. Такая подкормка совершается за 2 недели до выкапывания луковых головок из грунта. Я определяю наступление идеального времени для внесения удобрения по виду лукового листа. Идеальным будет момент, когда лук перестает образовывать новые листья. Сам лист потеряет свой насыщенный цвет, станет более бледным. Часть листа начнет клониться к земле, но пока не падает. Над поверхностью земли уже появятся плечики лука. Все это признание того, что пора вносить полезную калийную подкормку. Мы подкармливаем лук калием, чтобы наливающаяся головка успела вызреть за 2 недели. А еще такой прикорм поможет обеспечить последующее хорошее хранение лукового урожая. Очень часто для калийной подкормки используют зольные растворы. И действительно, зола замечательное удобрение, но не в нашем случае. Потому что в золе больше кальция, чем калия. Если вы решите все-таки использовать золу, то вам понадобится ее не один стакан на 10 литров, а в несколько раз больше, 4-5 стаканов подойдет. По моему опыту лук отлично реагирует преимущественно на минеральные подкормки, а не на более простые натуральные вещества. Наверное, микроэлементы в минеральных удобрениях более сбалансированы, и именно это нужно луку. Я предполагаю использовать сульфат калия. Берем 20 граммов, разводим сначала в пол-литровой емкости с горячей водой. Дальше разводим смесь в 10 литрах воды. Проливаем 1 литр подкормки на 1 метр квадратный или на 4 погонных метра, когда лук высажен в линию 4 метра. Пожалуй, экономить такую подкормку не стоит. Вы просто не сможете получить желаемый эффект. Обильно пролейте лук и ждите сверхурожаев. Через неделю после калийной подкормки я приминаю листья лука сверху и тем самым разгребаю землю над головками лука. Это последняя операция по уходу за луком для формирования крупной головки. После чего остается совсем чуть-чуть до сбора долгожданного урожая.